Добрый вечер, с вами Руслан Жукаев. В стране важно не допустить необоснованного повышения ценно-социально значимые товары, лекарства и товары первой необходимости. Для этих целей в республике по поручению главы республики Рашида Тимрезова сформирован оперативный штаб по экономическим и финансовым вопросам. В совещании участвовали представители всех заинтересованных министерств и ведомств республики. Все мы знаем, что внешнеэкономическая ситуация на сегодняшний день в стране непростая. Для того, чтобы определить необоснованность и умышленное завышение цен на товары первой необходимости. Это лекарственные препараты, это строительные материалы, это продукты питания, это горюче-смазочные материалы, это вычислительная техника, которую нам необходимо на сегодняшний день взять на контроль. Я, безусловно, уверен, что на сегодняшний день нам необходимо мобилизоваться так же, как в период коронавирусной инфекции, создать в районах рабочие группы, которые ежедневно будут мониторить ситуацию на рынке потребительских цен и докладывать в правительство. Решение президента России Владимира Путина провести спецоперацию – это обдуманный и ответственный шаг. Крайняя мера для защиты интересов русского населения и рубежей Российской Федерации. Такое мнение высказывают жители страны. Своё отношение к происходящему высказал и глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев. Можно сколько угодно говорить, рассуждать, но есть вечная истина, есть норма жизни, норма морали. Мы живём и трудимся в нашей стране, в нашей республике. И вот в эти трудные минуты должны быть единым целым. Есть фундаментальные законы жизни, на которых держится всё наше человечество. Мы обязаны их выполнять, иначе ты враг, вредитель, предатель, но далеко не патриот своего отечества. И на фоне того, что сейчас происходит, есть жалкие подонки, у которых ни чести, ни совести, ни мужества. Но есть истинная ценность – сострадание и способность прийти сейчас на помощь. Даже жертвуя собой. Наш президент Владимир Владимирович Путин принял единственное правильное решение. Мы поддерживаем. Мы вместе. О вынужденной необходимости специальной военной операции на Украине высказался и директор Карапчаева-Черкесского медреса-интерната Мухаммад Хаджи Иркенов. Я, в принципе, далёк от политики, но как гражданин Российской Федерации я целиком и полностью поддерживаю решение и политику нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Потому что Россия – это страна, в которой мы живём. Это страна, сильная держава, которая не нравится западным политикам. Запад нам не нужен. Политика Америки и их устои цветные нам не нужны. Потому что мы, тем более, этикет Гордса нам не позволяет поддерживать. Они неприемлемы у нас. Устои Запада и Америки. Мы должны быть рядом с нашим президентом и поддерживать его. Веси из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 43 484 человека. Из них 35 079 выздоровели 258 человек госпитализировано. Ну а сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесия. Черкесия. В Черкесии облачно. С празднениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем плюс 5, плюс 7 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. В региональной общественной палате прошел круглый стол по актуальным вопросам организации питания в образовательных учреждениях Карачаева Черкесии. Чем подают на школьные столы, насколько полезны для детского организма указанные меню блюда? Ответы на эти вопросы искал и наш корреспондент Артур Мхце. Чтобы понять, как организовано питание учащихся, не обязательно обходить все образовательные учреждения региона. Достаточно заглянуть к поварских дел мастерам одной школы. Все-таки подход к оказанию подобного рода услуг почти везде схож. Это столовая лицея номер 15 города Черкеска. При составлении меню здесь учитываются полезные свойства продуктов, разнообразие меню, частота приема пищи и требования Роспотребнадзора. Меню составляется, у нас директор с технологом, меню калорийность, все там посчитано, белки, жиры, угли, воды. Меню не повторяется, оно двухнедельное. Утверждается потребнадзором, директором, и мной тоже подтверждается меню. Оно не повторяется каждый день, оно двухнедельное. С 2020 года детей с 1 по 4 классы в школах кормят бесплатно. На это специально в разных пропорциях выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Но насколько вкусными сами дети считают такие горячие завтраки? Вчера было очень вкусно и сейчас очень вкусно. А что тебе больше всего нравится? Мне больше нравятся пюре и котлеты, макароны. Вот это моя любимая еда. А мой любимый напиток это какао, он очень полезный. А где вкуснее готово? И в доме, и в столовой. Потому что это повара, они чудесно готовят. Но одно дело, когда другие тебе говорят, что вкусно. И совсем другое самому продегустировать приготовленное в школьной столовой. Сегодня четверг, а значит по традиции у деток в меню рыбная котлета. На гарнир пюре картофельное. Сейчас попробуем, насколько это вкусно, а то, что это полезно, понятно и так. Теме качества питания в образовательных учреждениях было посвящено и заседание членов общественной палаты Карачао-Черкесии. Экспертами круглого стола выступили представители сферы образования в республике, Роспотребнадзора, родительских комитетов. Что нужно ребенку, что для него главное в питании, какой должен быть рацион. Потому что любовь к каше, в том числе, она должна прививаться с детства. К запеканке, к творогу, что это полезный продукт. К овощам, что они также полезны. Что чипсы, газировка, это не тот продукт, которым должно начинаться, соответственно, утро. А разговаривая с детьми, мы понимаем, что не всегда мамы и папы задумываются о том, что едят даже дома наши дети. Представитель регионального министерства образования рассказала о том, что большую часть финансирования бесплатного питания учеников в начальных классах покрывают средства из федерального бюджета. А это около 240 миллионов рублей. Еще 1,4% соответственно приходится на муниципальные и региональные бюджеты. В прошлом году выполнить план программы полностью не удалось из-за пандемии. Неизрасходованные 18% поступили в резервный фонд и будут использованы в 2022-м. В то же время, по мнению представителей районов, выделяемая сейчас сумма почти 64 рубля на одного ребенка из-за инфляции не покрывает нынешние потребности. А они, по подсчетам некоторых специалистов, равны 85 рубля. Скорее всего, предложения о некотором увеличении финансирования бесплатного питания учащихся начальных классов обсудят на более высоком уровне. Что касается качества и разнообразия блюд, кадрового состава персонала столовых, всем этим вопросам внимание будет уделяться постоянно. Артур Мухце, Расул Бердиев, Вести, Карачаев, Черкесия. Впервые Всероссийский конкурс молодежных проектов в 2022 году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе высокогорного форума «Махар». Подготовленный проект Министерством по делам молодежи Республики совместно с региональным отделением Российского союза молодежи и Качагу имени Умара Лива, а также автономной некоммерческой организацией «Высокогорный креативный кластер» стал победителем конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Подробнее расскажет нас корреспондент Алихан Лепшоков. С 2008 года на базе Качагу имени Умара Лива реализуется высокогорный молодежный форум «Махар». Он является единственной площадкой в Карачаево-Черкесии, которая вот уже более 10 лет стабильно собирает талантливую молодежь региона. Идейным вдохновителем и организатором форума «Махар» является ректор Качагу имени Умара Лива Талсултан Узденов. Он подчеркнул, что подобный конкурс позволит молодым людям реализовать свои идеи и познакомиться с красивыми пейзажами нашего края. Наш проект, имеющий достаточно богатую интересную историю, уже на всероссийском уровне признан. И заявка наша прошла, поддержанная. Теперь на базе этого форума, Махарского форума, будет проводиться форум по отбору социальных значимых проектов, молодежных проектов. Это очень престижно для молодежной политики нашего университета, естественно, для нашей республики. Хочу поблагодарить наше министерство молодежной политики. Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии, которое подало заявку на проведение Всероссийского конкурса молодежных проектов совместно с региональным отделением Российского союза молодежи, КЧГУ и автономно-некоммерческой организации «Высокогорный креативный кластер» подчеркнуло, что окажет свою помощь в организации и проведении форума Махар. Данное форумное мероприятие на территории Карачаева-Черкесии проводится уже не в первый раз, но в этом году совместно с Карачаевским государственным университетом Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии будет вестись активная работа по улучшению материально-технической базы, лагеря, на которой будет организовано и проведено форумное мероприятие, а также в настоящее время ведется работа с Федеральным агентством по делам молодежи по определению номинаций, в рамках которых жители Карачаева-Черкесии и других субъектов Северно-Федерального округа могут представить свои инициативы. Форум Махар – это место, куда нам хочется возвращаться вновь и вновь, отмечают участники прошлых лет. Помимо интересных лекций и семинаров, мы здесь знакомимся с великолепными красотами нашего курорта. Но, что самое важное, Махар объединяет молодежь из разных регионов страны. Это форум был для того, чтобы ребята со всей Карачаевой-Черкесии и не только с Карачаевой-Черкесии могли поближе друг с другом познакомиться, можно было завести полезные новые связи. И уже после того, как приезжаем с форума, мы приезжали с багажом огромных знаний, так как там была еще и образовательная программа, и плюс еще новые знакомства. В этом году Махар наконец-таки стал площадкой для грантовых проектов тоже. Это огромнейший плюс для нашего вуза, и не только для нашего вуза, еще для всей Карачаевой-Черкесской республики. В этом году высокогорный форум Махар пройдет с 9 по 15 августа для 120 представителей активного студенчества и молодежных организаций СКФО с грантовым конкурсом. Алихан Лебшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Резонансные преступления, их раскрытие и расследование. Комментарии следователей и очевидцев. Все это смотрите завтра в программе «Следствие СКР-09». Автор программы – Харча Биджиев. Задержана мать-кукушка, она же убийца собственного ребенка. Каковы мотивы убийства? В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлена женщина, которая при допросе признала совершение преступления, рассказала обстоятельства убийства своего нарожденного ребенка. Самооборона или хладнокровное убийство туриста? Поиски подозреваемого продолжаются. Урожение стадиции, сторожевая, Зеличугского района объявлен федеральным и в последующем в международный розыск. Выход свежего выпуска газеты «Следственный комитет России» с какими подробностями расследования уголовных дел можно ознакомиться. Проводится первый этап конкурса «Юный следователь». В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций республики в возрасте от 11 до 17 лет. Завтра на телеканале «Россия-1» в 8 утра смотрите программу «Следствие СКР-09». Это все вести на этот час. Прямо сейчас вечер с Владимиром Соловьевым. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова